Залогом успешной уличной фотографии является неприметная одежда и минимум оборудования. Маленькая неприметная камера. Технологии будущего. Чем отличается метро от электрички? Да в принципе ничем. Мы не брезгуем абсолютно никаким общественным транспортом. На гастроли? А, ссы гастроли? А, понятно. А вы ждете кого-то? Девушку или парня? Девушку. Девушку. Гляньте в сторону Шуляпки. Да. Ну, где-то так, да. Вот, хорошо. Отлично. Это уличный проект «Вставай и снимай». Вы меня, наверное, не слышите, да? Я разговариваю сам с собой. Возможно, вы запомните и зайдете как-нибудь, посмотрите. Вот оно что, когда надо, никогда невозможно найти то, чего хочешь. Ну, пожалуйста, все ворота открыты, все открыто. Заходи, снимай. Не хочу. Не нужно ни с кем договариваться, не нужно никому ничего платить. Не нужно нервничать. В центре города не огражденная заброшка, где можно снимать вдоль и поперек. С такими вот огромными пролетами. Самое ценное – это свет. Нету прямого солнечного света, есть рассеянный свет из окна. А когда бьет солнце, оно отражается здесь от бетона, что тоже позволяет делать интересные снимки. Если светосильная оптика, то весь этот срач можно размыть. Пока возьмем на заметку. Я, как самый опытный пассажир электрического транспорта, электропоездов, нашел самый короткий путь. Вообще, залез в какие-то дебри. И непонятно, как теперь дойти до... А, вот так вот, да? Здрасте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, где тут официальный заход на ту станцию, на перрон? Ты где-то из пустов вышел? Откуда? Вот эта тропинка? Да, да, да. И вот это так попадают на перрон? Да, и с той стороны, и с той стороны. То есть вот так вот с дороги, чтобы красиво спуститься, такого нет? Нет, нет, нет. Ну, о чем бы говорить? А, Витка, вы такая начетанная и такая разумная жиночка. А просто цикавлюсь всем. Я лекарь за освітою, психологию вовчала. Да, я думаю, тоді ви не будете заперечувати, якщо я зробу декілька кадрів розумної людини, з якою цікаво поспілкуватися. Ну что ж, вот она долгожданная техника технологии будущего. Ну что, если я вас говорю, пристроюсь? А, он меня не слышит, я тут разговариваю. Я говорю, ничего, если я присяду. Порай любому. Музыка. 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 Поэтому мы снимаем все, что связано с людьми. Заходите, забегайте. Вы очень сильно отличаетесь от всех остальных пассажиров. Нарядно выглядите. Чуть-чуть попроще, конечно, но все равно ситуация. Пересадку делаете? Нет, нет, нет. Нет, нет. Продолжение следует... Там, где буйные, а? Понял, спасибо. Один кадр, который, в принципе, может иметь место быть. Это фотографирование через опоры, свечевые фонари. Ну, собственно, вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж. Впечатления и эмоции меня, ну, не то чтобы переполняют, но ничего удивительного я не увидел. Люди обозленные, все нападают, все агрессивные. И переполненные вагоны, переполненные... Сидеть негде, стоять негде. Кондукторы, контролеры все, соответственно, задают одни и те же вопросы. Где ваше разрешение? Где эта вся фигня? Ну, для того, чтобы немножко хапануть жести, чтобы немножко вернуться на землю и понять, где ты живешь, среди каких людей такого контингента. Неплохой такой курс молодого бойца, чтобы понять, что к чему. Но, опять же, за одну поездку, сколько там, час с копейками катался, люди тебя воспринимают как чужого по одной простой причине. Ты ничего не продаешь, ты ни на чем не играешь. И, соответственно, ты чужак. Ты вообще непонятно кто, зачем, для чего, почему ты нас снимаешь. Там все контрабандисты занимаются какой-то неофициальной деятельностью и продают кто что может. Ну, выживают, по большому счету, кто как может. А так, в целом, ну, такое. Это вот мусор в голове у нас у всех. Согласен.